Представьте, что вы проходите собеседование на вакансию в одной из крупнейших компаний мира. Я говорю о Google, Microsoft или даже SpaceX и Луна Маска. Но чтобы получить работу своей мечты, вы должны пройти очень сложный вступительный экзамен. Мы собрали некоторые из вопросов, которые действительно используются в этих тестах, так что надевайте свою шляпу умника и не соглашайтесь меньше, чем на 100%. Удачи! Начнем с простого. Первая загадка, которую вам нужно разгадать, это загадка о двух кувшинах. Итак, мама просит вас отмерить 4 чашки апельсинового сока, используя 2 кувшина. У вас есть кувшин на 20 чашек и кувшин на 36 чашек. Как вы можете это сделать? Для начала нужно налить апельсиновый сок в меньший кувшин. Затем перелейте весь сок из этого кувшина в кувшин на 36 чашек. Таким образом, пустое пространство в большом кувшине составит 16 чашек. После этого вы можете снова наполнить кувшин на 20 чашек и перелить сок в больший кувшин. Таким образом, вы заполните кувшин на 36 чашек до краев, а в меньшем кувшине останутся 4 чашки сока, о которых просила ваша мама. Умно, да? Переходим ко второму раунду. Допустим, в вашей комнате есть три выключателя, и один из них предназначен для вентилятора в соседней комнате. Вы не можете увидеть, включен вентилятор или выключен, пока не выйдете из своей комнаты. Понятно? Хорошо. Итак, мне нужно, чтобы вы выяснили, какое минимальное количество раз вам нужно зайти в соседнюю комнату, чтобы определить правильный выключатель, который включает вентилятор. Это не так просто, но вот решение. Минимальное количество походов в соседнюю комнату, при котором вы узнаете ответ, равно одному. Представьте, что вы включили первый выключатель в своей спальне и оставили его включенным на некоторое время. Как только вы его выключили, вы быстро включаете второй выключатель и бежите в соседнюю комнату. Если вентилятор вращается медленно и вот-вот остановится, это означает, что первый выключатель управляет вентилятором. Если вентилятор работает, значит, им управляет второй выключатель. А если вентилятор вообще не движется, значит, все это время дело было в третьем выключателе. Вам удалось разгадать эту загадку? Никто не говорил, что будет легко. В конце концов, это шуточное собеседование в первоклассной компании. Третий раунд еще сложнее предыдущего. Интервьюер может попросить вас разгадать эту загадку, чтобы понять ваши способности к поиску закономерностей. Предположим, вас попросили понаблюдать за шестиполосным автодромом в течение дня. Ваша задача – выявить четыре самых быстрых автомобиля из 36. Сколько заездов вы проведете, чтобы это выяснить? Вот что вы можете сделать. Проведите шесть заездов, объединив по шесть автомобилей в каждой гонке. После определения победителя в каждом из этих заездов проведите еще один заезд с шестью финалистами. Победитель этой гонки будет самым быстрым из всех. Затем просто расставьте второй, третий и четвертый автомобили в соответствии с тем, как они выступили в последнем заезде. К концу семи заездов вы определите четыре самых быстрых автомобиля из 36. Вы молодец, если догадались. Для следующей загадки вам нужно мыслить логически и математически. Королеве нужно нанять работника на семь дней, чтобы он выполнил для нее работу. Королева платит золотыми слитками, но она должна платить рабочему каждый день в конце его смены. Если королева может сделать не больше двух разрезов в золотом слитке, как ей заплатить рабочему правильную сумму в размере одной седьмой части золотого слитка в конце каждой смены? Давайте разберемся вместе. Королева делает два разреза в слитке, разделяя его на три части. Первый кусок составляет одну седьмую часть слитка, второй кусок – две седьмых слитка и третий – четыре седьмых. После первого дня работы королева дает рабочему одну седьмую часть слитка в качестве оплаты. На следующий день она дает ему две седьмых слитка и просит взамен одну седьмую. В конце третьего дня она снова дает работнику самый маленький кусочек. Таким образом, у него оказывается в общей сложности три седьмых золотого слитка. Затем, после четвертого дня, королева забирает первые два кусочка и отдает мужчине четыре седьмых части слитка. В конце пятого дня она снова дает рабочему одну седьмую часть слитка, а в конце шестого дня она отдает рабочему две седьмых части слитки и получает обратно одну седьмую часть. На седьмой день она платит ему последнюю одну седьмую часть и сделка завершена. Готовы к последнему раунду первого уровня? Если вы до сих пор ответили на все вопросы правильно, смею утверждать, что вы принадлежите к особой группе людей. Удачи в следующем раунде! Он определит, перейдете ли вы на второй уровень. Два автобуса движутся навстречу друг другу со скоростью 40 км в час. Их разделяет расстояние в 40 км. Птичка летает туда-сюда со скоростью 50 км в час и попеременно садится на автобус один и на автобус два. Сколько километров пролетит птичка к тому времени, когда автобусы встретятся друг с другом? Любители математики, это задача для вас. Первое, что нам нужно выяснить, это время, которое потребуется автобусам, чтобы встретиться. Чтобы узнать это, мы должны разделить расстояние между автобусами на суммарную скорость обоих транспортных средств. Если они оба едут со скоростью 40 км в час, то их суммарная скорость равна 80 км в час. Поскольку расстояние между ними составляет 40 км, мы делим 40 на 80. Это даст нам полчаса или 30 минут. Чтобы определить общее расстояние, которое пролетит птичка, умножим скорость птички на время, которое потребуется автобусам, чтобы встретиться. Это даст нам 50 умножить на 0,5. Таким образом, правильный ответ — 25 км. Фух, я устал от одной мысли о том, как эта птичка пролетела столько километров. Если вы справились со всеми заданиями, поздравляем! Вы только что разблокировали второй уровень. Загадки будут становиться все сложнее и сложнее, поэтому не расслабляйтесь. Черепаха находится у подножья холма высотой 210 метров и пытается добраться до вершины. Каждый час черепаха поднимается на 15 метров и соскальзывает вниз на 1 метр. Сколько времени потребуется черепахе, чтобы достичь вершины холма? Вот в чем суть этой загадки. Каждый час наша черепаха поднимается на 14 метров, верно? Поскольку она поднимается на 15 метров и откатывается на 1. Значит, черепахе понадобится 15 часов, чтобы добраться до вершины холма, поскольку 15 умножить на 14 равно 210. Было не так уж сложно, да? Вопросы подобные этим позволяют интервьюерам проверить ваши способности решать проблемы, связанные с цифрами. Знаете, если вы хотите работать в космической компании, вам нужно очень ловко обходиться с цифрами. Следующая загадка. Одна из любимых загадок Илона Маска. Она короткая, но сложная. Если кто-то из присутствующих здесь мечтает стать сотрудником SpaceX, вам лучше напрячься и дать правильный ответ. Представьте, что вы стоите на поверхности Земли. Вы проходите 1 километр на юг, 1 километр на запад и 1 километр на север. В итоге вы оказываетесь там же, откуда начали. Где вы находитесь? Если вы ответили на Северном полюсе, то вы не ошиблись. Но загадка на этом не заканчивается. Если отбросить Северный полюс, где еще вы могли бы получить точно такие же результаты? Да, на Южном полюсе. Вот как это работает. Загадка предполагает, что мир представляет собой идеальный шар. Если это так, то единственное место, где можно пройти 1 километр на юг, запад и север, и оказаться в той же точке, находится на одном из полюсов. Ясно? Чтобы перейти на третий уровень, вы должны правильно ответить на эту загадку. В комнате есть две веревки. Вы знаете, что каждой веревке требуется ровно один час, чтобы сгореть. Ваша задача – засечь ровно 40 минут, используя веревки как единственный источник для определения времени. Как вы можете это сделать? Вы должны поджечь оба конца первой веревки и один конец второй веревки. Через 30 минут первая веревка сгорит полностью, потому что она горит в два раза быстрее, когда горят оба конца. Затем следует поджечь второй конец второй веревки. Вторая веревка будет гореть еще 30 минут, но если поджечь второй ее конец, веревка сгорит в два раза быстрее, то есть за 15 минут. Вуаля! Вы засекли 45 минут без помощи каких-либо часов. Что ж, вы добрались до третьего уровня. Если бы я проводил интервью, я бы, наверное, уже предложил вам работу. Но все равно постарайтесь ответить на оставшиеся вопросы правильно. Хорошо? Последние вопросы более специфичны для конкретной работы. Как и все вопросы, в этом видео они использовались на реальных собеседованиях. Таким образом, мы готовим вас к успешному трудоустройству. Например, если бы вы претендовали на должность в JP Morgan, вам пришлось бы отвечать на такой вопрос. Сколько уличных фонарей в Нью-Йорке? Сможете определить число до истечения времени? Узнать точный ответ без поиска в Google невозможно. Но JP Morgan хочет проверить ваши способности к оценке. Логика такова. Районы Нью-Йорка имеют упорядоченную городскую сетку, поэтому ваша первая задача – оценить количество горизонтальных и вертикальных кварталов в каждом районе. Затем определите количество уличных фонарей в каждом квартале. Умножьте это число на 5, поскольку Нью-Йорк состоит из 5 районов. И вы получите нужное число. Если оно близко к 300 тысячам, значит, вы не ошиблись. Если бы вы претендовали на должность в медицинской компании, вы бы столкнулись с этой фруктовой загадкой. Яблоко стоит 60 центов, банан – 40 центов, а оранжелло – 80 центов. Сколько стоит груша? Ух ты! Мне пришлось прочитать загадку несколько раз, прежде чем я понял, что с ней делать. Ключ к ответу – сосредоточиться на гласных. Если вы берете 20 центов за гласную, то слово «яблоко» с тремя гласными будет стоить 60 центов. По той же логике слово «банан» с двумя гласными будет стоить 40 центов, а оранжелло с четырьмя – 80 центов. Значит, груша будет стоить 40 центов. Вот и ответ. Вы дошли до конца теста. Признайтесь честно, вы вспотели. Что ж, это значит, что вы хорошо поработали. В заключение, вот интересный вопрос, который задает своим интервьюером одна технологическая компания. Как бы вы описали интернет человеку, только что очнувшемуся от 30-летней комы? В отличие от всех остальных вопросов, этот не имеет правильного или неправильного ответа. Вы можете попытаться сравнить интернет с чем-то, что существовало, например, 30 лет назад. Или вы можете перейти в режим Спилберга и описать почти научно-фантастический мир, в котором мы живем сейчас. В любом случае, я надеюсь, что вы получите работу мечты.